Здарова! Сегодня я хочу рассказать вам про электромагнитный клапан, на который я совершенно случайно наткнулся на Алиэкспресс. Думаю, китайцы даже представить себе не могли, что на основе этого клапана можно сделать пневматическое оружие с электронным спуском, настраиваемый начальной скоростью полёта пули и скорострельностью. Итак, перед нами соленоидный воздушный клапан и его семья. Я брал их на Алиэкспресс по 300 рублей, ссылка есть под видео. Судя по описанию, клапаны используются для автомобильного гудка, но аналогов России я почему-то не нашёл. Если кто знает, отпишитесь пожалуйста в комментариях. Данный клапан способен управлять воздухом под заявленным характеристикой давлением в 180 PSI, или говоря по-русски 12,5 атмосфер, и работает от напряжения 12 вольт. Сейчас я расскажу, как этот клапан подключается. На входе в него внутренняя резьба на 1,8 дюйма, на выходе внешне на 1,4 дюйма. В комплекте идёт вот такой переходничок с ёлки на 1,8 для подключения клапана. Чтобы использовать клапан в наших нестандартных целях, нужен какой-нибудь фитинг с 1,4 внутренней резьбой. У нас в России их найти довольно сложно, на стройрынке все продавцы разводили руками. Но в Кастораме я нашёл вот такой переходничок с 1,4 на евроразъём. Стоит он 70 рублей за штуку. А на самом Алиэкспресс есть более удобные переходники с 1,4 на ёлку, но стоят они чуть-чуть дороже. Давайте подключим клапан к баллону из-под пены, про который я рассказывал несколько выпусков назад. На выходе из баллона у меня внешняя резьба на 1,2 дюйма. И для подключения клапана я использую переходник с 1,2 на 1,4 внешнюю, а затем с 1,4 на 1,8 внешнюю. Всё это продаётся в магазинах сантехники. Теперь на 1,8 внешнюю уже навинчивается клапан. Уплотнив все соединения унилоком, собираю. Кстати, если использовать поворот, то ось выходной ёлочки будет параллельной оси баллона, что очень благоприятно для создания пневматического оружия. Буквально вставляем ствол, и всё готово. Так, накачаем баллон. Теперь давайте разберёмся с питанием. Как я уже говорил, клапан работает от 12 вольт постоянного напряжения. То есть, когда я подаю на его выводы 12 вольт, он открывается и пропускает воздух. Чувствуете потенциал? Но есть две проблемы. Первое. Клапану нужен большой ток. При маленьком токе он просто не откроется на 12 атмосферах. А большой ток, как известно, может дать литиевый аккумулятор. Например, связка трёх аккумуляторов от телефонов, или трёхбаночный литий-полимерный аккумулятор от хорошей радиоуправляемой игрушки или страйкбольного оружия. Я пилотирую самолётик, так что у меня их много. Также хорошим источником может стать аккумулятор от шуруповёрта, а свинцовый автомобильный просто непрактично с собой носить. Вроде проблему решили. Вторая проблема – это управление клапаном. Чтобы эффективно использовать клапан без лишних потерь воздуха, нужно открывать его буквально на 15-20 миллисекунд. Проще говоря, это очень маленький промежуток времени. Его можно обеспечить механическим скользящим контактом, но из-за большого тока контакт, скорее всего, будет прилипать, плавиться и заедать. Решение проблемы – это использование скользящего контакта через реле или транзистор, то есть на контакте у нас, допустим, 5 вольт, а реле по этим 5 вольтам откроет 12 вольт на клапан. Второй вариант – это электронный таймер, который будет подавать на реле транзистор или тиристор те самые 5 вольт, которые откроют 12 вольт на клапан. Схема таких таймеров есть в интернете, и их можно найти в гугле, а также можно использовать готовые таймеры, например, бородатые NI555. У этого таймера можно создавать временные задержки открытого и закрытого состояния буквально парой резисторов. В принципе, очень хороший вариант. Подробнее читайте вот по этой ссылке. Третий вариант – самый интересный и перспективный, и поэтому я использую именно его. Это управление клапаном через транзистор, который будет открываться по импульсу с Ардуино. Более того, использование Ардуино позволит буквально в 3 строчки кода организовать автоматическую стрельбу с полностью настраиваемыми параметрами. Подробно рассмотрим этот способ. Нам понадобится Ардуино, это Алиэкспресс, это 120 рублей, это ссылка под видео. Для сборки управляющей схемы понадобятся резисторы на 100 Ом и 10 килоом, любой мощный диод и пылевой транзистор. Пылевой транзистор нужен такой, у которого пороговое напряжение на затворе менее 5 вольт. Они также называются логическими транзисторами или транзисторами с логическим уровнем. Таких транзисторов много, можете просто прийти в магазин радиодеталей и попросить подобрать. Напряжение через транзистор у нас будет 12 вольт, а ток можно взять 20-30 ампер, с запасом. Для управления понадобится кнопочка и резистор на 10 килоом. Спаяю все компоненты согласно схеме, скачать её можно как обычно на странице проекта на моём сайте, ссылка под видео. Я человек ленивый, поэтому паяю всё навесным монтажом, пожалуйста не ругайтесь. Кнопочка подключается к Ардуино стандартным способом подключения кнопочек, от 5 вольтового входа к любому цифровому, а сам цифровой соединяется резистором на 10 килоом с землёй. Вот скетч, который будет крутиться на Ардуино. При нажатии на кнопку клапан откроется на указанное число миллисекунд. Здорово! Можно ведь настроить начальную скорость пули и мощность винтовки, но тут появляется ещё одна проблема. Клапану нужно время, чтобы открыться. И это время зависит от давления в баллоне. Чем оно больше, тем сложнее клапану открываться. В идеале такой клапан можно использовать с газовым редуктором, а задержку регулировать подстроечным резистором. Чем дольше открыт клапан, тем мощнее будет выстрел. Точно таким же образом можно регулировать скорострельность. Главное только найти практичный способ быстро подавать пульки в ствол. Основным недостатком этого клапана является довольно узкое очко. И на 10 атмосферах с 50 сантиметровым стволом мне удалось выжать из него вот такую вот скорость. Но, как я уже говорил, идеи перспективные. Я сделал на его основе скорострельную винтовку, про которую расскажу немного позже. Я надеюсь, что информация будет полезна для любителей пневматики и ляжет в основу очень крутых винтовок, пистолетов и автоматов. Если кто будет этим заниматься, то напишите мне вконтакте. Мне очень интересны ваши варианты применения этой системы. Если вам лень паять всё это дело, то я могу выслать вам почту готовый вариант. Кому интересны предложения, пишите. На этом у меня всё. Смотрите остальные видео, оставляйте ваши вопросы и заходите к нам в группу вконтакте, чтобы поучаствовать в жизни канала и потрепаться о всяких железках. С вами был Алекс Гайвер. До встречи в новых видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова